В Махачкале случайно прохожий спас от, казалось бы, неминуемой смерти пятилетнюю девочку. Маленькая Айша сорвалась с окна пятого этажа. Отделаться всего лишь небольшими травмами ей удалось благодаря водителю маршрутного такси Тагиру Магомедову. Он успел поймать ребенка. Подробности по-настоящему героического спасения в сюжете Патимат Ханаповой. Это съемка на камеру видеонаблюдения из соседнего магазина. Душераздирающие кадры, как ребенок оказался на подоконном карнизе, сейчас неважно. Главное – спасли. Весь удар на себя взял меопроходящий водитель маршрутного такси. Признается, в это мгновение ни о чем не успел подумать. Страх практически отсутствовал, при том, что рисковал в первую очередь своей жизнью. Ведь с 15-метровой высоты на него падала девочка с весом около 17 килограмм. Страха, честно сказать, не было. Я просто переживал, я смогу ли ее поймать. Но я понял, что поймать ее не смогу, потому что она и 5 лет, и вес тоже у нее. Их надо было на себя вот так вот, чтобы она вот так, хотя бы, да, да, хотя бы скоро, чтобы меньше было. Если она вниз головой ушла бы, я бы уже, она могла бы, и вместо ног она могла бы коснуться головой. Там уже была бы травма. На зов Тагира прибежали и другие мужчины. Хотели даже брезент натянуть, признаются они. Но времени могло не хватить, поэтому было решено спасти девочку, как говорится, голыми руками. Пусть и основная нагрузка пришлась на Тагира, его друг Айдемир, помогавший ему, получил небольшую травму, вывих руки. Я сперва подумал, что это он так зовет, что-то случилось, что-то. Я смотрю, у меня показывает девушка на подоконнике, девчонка маленькая. Так она у меня, у нее ногами вот сюда упала она ко мне. Он спереди ее подхватил, я сзади ее как бы подкинул, и у нее вывих получился у меня. Пятый этаж. Вот с такой высоты сорвалась пятилетняя девочка. Сила падения была настолько высокая, что она даже прорвала вот такую медную веревку. Знакомые люди для родителей девочки в одну минуту практически стали членами семьи. Упасть с такой высоты и не просто остаться живой, а получить минимальные травмы. Как пятилетняя Айша оказалась по ту сторону окна, ее мать не может и предположить. Говорит, что все оконные двери специально закрыла перед выходом в магазин. Я вышла в магазин, я никогда их не оставляла, одних тоже. Вот первый раз оставила, соседки тоже не было дома. Я хотела к ней отвезти их, ее не нашла я дома. Оставила, сказала, объяснила, все, мультики включила, перед телевизором посадила и оставила. Как только я зашла в магазин, оттуда клики, девочка висит, что-то, что-то. Как я вышла, она уже упала, оказывается, удержали. Спасибо этим мужикам огромное. Пусть Аллах оберегает их от всех горестей и печали. За страшной картиной и замиранием сердца следил весь квартал. Очевидцы признаются, нет ничего хуже того, чтобы стать свидетелем и понимать, что никак не успеешь помочь. Я подошел к окну, просто покурить. Взял сигарету, потянулся за зажигалки и вижу, это картина, девочка висит на пятом этаже. Так случайно все, но я на шестом этаже, внизу тоже никого не было, что-то паника, шум, гам. Ну не знаю, парняги, вот двое были, один проходил, увидел, второй подошел тоже, вот один вот он, один вот он, парняги. Молодцы вообще, герои просто, ребята, отвечают. И она висела уже, одна рука бедная соскальзывала, и вторая вот-вот уже есть. Я уже оттуда, что кричать уже, они двоем здесь. Короче, поймали они, молодцы. Врачи говорят, здоровью девочке уже ничего не грозит. И сами спасатели отделались незначительными вывихами, растяжением мышцы. А все ведь могло бы быть намного хуже. Патиман Ханапова, Салман Гдихмаев, телеканал ННТ, Махачкала.